Всем привет, с вами PixelDevil и перед вами набор 76041 The Hydro Fortress Smash. В нем 405 деталей и сейчас я расскажу вам, почему я его не стал покупать. Если честно, я не нашел никаких причин покупать этот набор целиком. В основном потому, что он не продается у нас в России, и, соответственно, заказывать его из-за рубежа дорого. Там он продается только в определенных сетях. Ну, в общем, в этот раз я даже не стал разбираться, где конкретно, потому что какая разница, мы с вами находимся здесь, и это не так важно. Постоянно такое происходит, что у LEGO кто-то там в Америке или в Европе выкупает право продавать один из наборов линейки только в своем магазине, и его больше нигде нет, соответственно, мини-фигурки достать тяжело, если ты живешь в России, и все это очень сложно. Но я хочу собрать все мини-фигурки, поэтому начал изучать вопрос более детально. Во-первых, сам по себе набор ничего особо интересного себя не представляет. Я даже не знаю, где там 405 деталей. Выглядит он деталей на 200, потому что весь вот этот форт, вся вот эта крепость состоит из огромных блоков в основном, которые чередуются маленькими детальками изредка. Вот здесь вот клевый желтый куст, вот мне таких не хватает, но ладно, это не такой весомый аргумент. Небольшое деревце, ворота и вот эта вот тачка, очередная супергеройская тачка, ничего под собой интересного не имеющая, разве что на крыше у нее интересный аппарат стоит, который стреляет шариками. Но подобные все детали вы можете найти, например, в серии Бионикл. Вообще уникальных деталей в наборе нет. Ну и что остается, это, конечно же, мини-фигурки. Мини-фигурок много, их 5 штук. Набор очень крутой, если вы хотите купить, например, только его, и он доступен. Круто, 5 мини-фигурок, вообще великолепный набор. Но приспешник Гидры уже попадался нам в наборе с Тором и Соколиным Глазом. Такой темно-зеленый Халк попадался нам уже в наборе с Халкбастером. Капитан Америка попадался в наборе с Квинджетом. И остается две уникальных фигурки. Это Барон Вон Стракер, который был в самом начале Вторых Мстителей в фильме, насколько вы помните. У него в руках посох Локи. Кстати, посох Локи тоже точно такой же есть в наборе с Башней Мстителей. То есть остается сама фигурка. Она не очень важная, но если вы, коллекционер, хотите собрать все мини-фигурки линейки, то он вам просто необходим. И самая крутая, конечно же, фигурка набора это Квиксильвер, Ртуть. Это, конечно, герой, которому не так много времени уделили в фильме. И вообще там с ним все не очень хорошо произошло. И, в общем-то, он таким получился довольно блеклым, на мой взгляд, героем в фильме. Но, с точки зрения вселенной Марвел, этот герой впервые выходит в Лего интерпретации. Многие его любят в комиксах. И вот он появился. И поэтому, как бы, его получить очень и очень хотелось. Собственно, вот эти две мини-фигурки я и заказал из-за рубежа. Они мне вышли по цене, как половина этого набора. Очень дорого. Честно, уже точную сумму не вспомню. Но, тем не менее, я все равно считаю, что я сэкономил. Так бы я получил еще кучу повторных фигурок. Которые мне просто некогда обменивать, продавать или что-то с ними делать. И кучу бесполезных деталей. Собственно, я сделал свой выбор и заказал вот эти две фигурки. Вы видите их перед собой. И сейчас я вам подробно покажу две этих фигурки. Первым будет Барон Вонстрекер. Вот такой вот лысый злодей. Приспешник Гидра очередной. У него есть эмблема Гидры даже на принте на теле спереди. У него серебряная блестящая пряжка на ремне. И вот такой вот синеватый костюм. Бледно-бледно синий. Ну и на его злобном лице есть монокль. Ничего, в принципе, особенного. Но уникальная фигурка. И вот он Квик Сильвер, который на русский переводится как Ртуть. У него костюм прикольный. Во-первых, он блестит. Очень круто блестит. Очень ярко. Прям даже слепит, когда смотришь под лампой на него, если честно. Костюм у него, по-моему, похож на дизайн советской сгущенки. Вот банки жестяные были со сгущенкой. Очень похож, по-моему. В остальном, очень хорошо копирует своего героя из фильма. Такая же пышная прическа. Белая. То ли белая, то ли седая. Такое же лицо серьезное, щетинистое. И сзади есть еще рассерженное лицо Квик Сильвера. И обычные у него черные штаны. Ничем не примечательные. Собственно, это все, ребята, что я хотел вам показать в этом видео. Не советую сильно расстраиваться, что этот набор не привезли к нам. Да, он крутой. В нем много мини-фигурок крутых. Но понадобится он только заядлым коллекционерам, которым важны всего две мини-фигурки. По большому счету и без него не так уж и плохо. Если вам так сильно важны эти мини-фигурки, то дорога вам на ebay и на бриклинг. А в остальном расстраиваться не стоит. Моя коллекция по Эре Альтрона на этом завершена. Все мини-фигурки у меня есть. Как-нибудь обязательно все вместе их вам покажу. Сделаю такое итоговое видео. А что касается Хэли Кэрриера, это все-таки другая серия. Я бы сказал, это же не Эра Альтрона. И вообще в Эре Альтрона Хэли Кэрриера нет. Это отдельный набор, он огромный, он вне серии. Это Лего Марвел, но не Мститель 2 Эра Альтрона. Это скорее по первым Мстителям вообще набор. Но это все не так важно. Не знаю, появится ли этот набор в моей программе когда-нибудь. Но это уже совсем другая история. На этом хочу с вами попрощаться. Спасибо за внимание. Пока. Главная часть этого набора, это все-таки ходовая часть и поворотная часть. Как она сделана. Во-первых, все на рессорах. Передние колеса на рессорах. И задние колеса, вот они тоже на рессорах. Все.